всем привет у нас начинается последние новогодние косметичка в этом году я постаралась отобрать средства чтобы было все красиво празднично сияюще как и положено самый большой праздник года новый год вас всех с наступающим хороших вам праздников каникул приятного времяпровождения чтобы запомнилось вам надолго девочки давайте начинать начну я с такой дразнилки это лак для ногтей который на мне он вот смотрите как переливается это прям можно сказать боль многих девочек но это катрис который уже снят с производства для чего показала потому что сейчас опять начнутся вопросы а где а что и как называется его нет его сняли с производства купить его нельзя но может быть кто-то из вас знает аналоги вот смотрите девочки вот такой лак золотые блестки на базе розово-фиолетовый вот так вот может кто-то знает какой-то аналог пишите пожалуйста потому что девочкам интересно он многим нравится мне даже писали чтобы я прекратила им пользоваться но в принципе скоро наверно я это и сделаю осталось его вот здесь вот прямо на дне поэтому девочки уж извините недолго вам его осталось наблюдать тональники будут до вернее база базу показывают эту просили меня еще раз про нее рассказать и впечатления о ней свои поведать мне понравилась база вот эти розовые вкрапления они когда лопаются превращаются в легкие тональные такие лицо не тонирует но очень хорошо увлажняет разглаживает подойдет сухой возрастной кожи в принципе на нормальную тоже на любую подойдет единственно стоит она не прям дешево а такой увлажняющий эффект можно в общем-то добиться легкими кремами либо сыворотками увлажняющими гораздо бюджетнее ну если вас это интересует как база мне понравилось девочки в принципе могу вам советовать тональники я не стал некие новые открывать праздничные решила до пользовать то что у меня уже открыто они хорошие мне они нравятся это фаберлик который переехал в сову потому что я не люблю закрытые флаконы где не видно сколько осталось и также он более легкие более плотный такой прям вот конкретно перекрывающий крем это катрис я вам уже их показывал нас вот сейчас не будем потому что у меня косметичка большая чтобы она не растянулась на час будем где можно сокращать база в марк джейкобс тоже мы с вами смотрели девочки она стоит порядка 2000 может 2200 не поняла я за что здесь платить такие деньги слегка она может вот видите ровнять рельеф кожи но это могут делать любые более дешевые и коллеги по цеху поэтому повторно я бы не стал покупать если у меня попался какой-нибудь пробник я бы удовлетворил свое любопытство на этом остановилась так что еще контуринг да теперь контуринг давайте будем из кремовой коррекции у меня вот такое средство покажу вам тоже 3 копейки стоит но очень мне нравится я в основном часто для роликов когда мне нужен такой прям полный макияж я использую его холодно-серый цвет скульптора оттенок 06 продается на вайлберри стоит по моему рублей 130 лавель и все кремовых корректоров у меня не будет скульптуры еще отложила вот такие два хотел взять один но потом думаю наверно покажу вам сразу два чтобы вы поняли в чем они друг от друга отличаются 201 и 208 номера я забыла они там как-то азия европа называются 201 и 208 сейчас будем смотреть 208 один из них потемнее другой да вот этот который потемнее это 208 прям вот серый такой я сильно наслоила обычно на лице конечно так не делаю и чуть посветлее девочкам подойдет вот этот который у нас 201 вот видите вот такие скульптуры у меня будут косметичка следующая выйдет в следующем году это понятно логично я не уверена что прям первого числа потому что во первых нет никто смотреть не будет во вторых я тоже не уверена что я прям сяду первого снимать я посмотрю конечно по состоянию по активности какое-то зрительское может быть конечно сниму в первых числах если нет тогда будем встречаться где-то 10 может быть раньше даже конечно с ним увидимся в следующем году роликах так значит девочки раз мы начали уже скоррекции давайте ею тогда и продолжим отложила я вот эти вот скульптуры и две палетки аурглаз они у меня появились недавно почему я взяла во первых немножко они отличаются во вторых я хочу их вам показать чем они друг от друга отличаются это вот вышли недавно в этом году шестерка четверка четверка с зайцем с кроликом здесь вот шестерка просто вот так выглядит четверка сводчить их как правило бесполезно они настолько невесомые тонкая текстура что бывает что пудра вообще не видно пудра бронзе румяна хайлайтер пудра не беру потому что я не видно это четверка сейчас давайте мы посмотрим шестерку видите здесь румяна другие они мне здесь больше нравится потому что мне персик подходит больше еще здесь есть вот такие румяна или это даже может какой-то типа скульптурирующей части бронзер они такие мелкие у них конечно видите бронзеры отличаются этот более теплый еще конечно они разные потому что у кого-то вот больше красного у кого-то белого в рефилах попадаются мраморы они все же разные и здесь вот такой хайлайтер да немножко отличаются конечно эти палеточки девочки вот так рядом поставлю очень долгоиграющий эффект виден на лице он схож знаете с эффектом метеоритов то есть ты особо ничего не видишь но понимаешь что какой-то лоск и шик в лице у тебя появилась какая-то холеность и ухоженность ну и ты сама себе соответственно зеркале нравишься улыбаешься и довольна собой и окружающим миром вот такой вот эффект еще есть вот раз мы заговорили с вами про метеориты последняя лимитка золотая пчела вот так выглядит метеориты коробочка черненькая вот такая у них была их описывают на сайтах как придающие какое-то особое золотое мерцание я этого не вижу девочки никакого золотого мерцания нет обычный метеорит вот где здесь какое-то дополнительное золото не ясно да есть золотые шарики ну и что вы же их не от них вот берете вот так вот и на лицо начинаете да даже если его я нанесу особо тоже золотого не вижу вы же по всему начинаете кистью водить то есть обычные метеориты по сути сияющие да они с сиянием потому что есть у меня банка которая просто матовая вот такая троечка от туфейс тоже схож у нее на сауэрглаз с метеоритами эффект это хорошая блюрищая пудра хайлайтер который имеет явные блестки и и хайлайтер который их не имеет и просто пудра она такая вот невидимая незаметная но хорошо выравнивает текстуру кожи достойный вариант были недавно неплохие скидочки на эту троечку можно было купить там 30 процентов скидка была и еще вот это может быть я буду либо на тело либо как-то использовать очень тоже нравится от эстрада хайлайтер он идет когда для тела для лица смотрите какие блестки 0.4 оттенок пич называется стоит он гораздо бюджетнее но сейчас очень модно эти сияшки так вот так вот 0.4 покупала в улыбке радуги я не знаю есть он сейчас или нет этот эстрад где есть этот бренд там и смотрите девочки очень тоже красивые смотрите какие сияшечки теперь сейчас мы будем с вами смотреть у нас довольно таки быстро с вами все проходит девочки так сейчас карандашики посмотрим потом палетки и блески помадки да очень много блесков будет в этом выпуске потому что сейчас моя прям любовная любовь блески особенно с переливашками с сияшками начнем давайте брови брови будут вот из таких состоять трех товарищей это гель из лук фантастик мне дал такую гель потом будет карандаш карандаш от вивен сабо в четвертом номере такой сероватый цвет и литуаль вот такой карандаш хорошее средство все три мне нравятся они карандаши я нагребла в этот раз побольше потому что все таки косметичка праздничная она должна в ней должно быть все и для губ и для глаз но мало ли вдруг захочется чтоб все было в наличии и давайте мы тогда начнем с глаз естественно куда же я без него это прям мой любимец это мебель 910 коричневый номер мебель я его каждый день использую там наверное уже пол карандаша осталось потому что я не точу его я его проталкиваю вам уже рассказывала про это он у меня и на слизистую и как стрелочка все выполняет работяга также взяла черный ну вдруг знаете ли марк джейкобс вот такой маленький карандаш у меня есть его не надо точить он выдвигается вот это самый конечно хороший дизайн смотрите вот выдвинула закрыла если бы все карандаши такие были это прям вот райские райское изобретение какое-то подбавила убавила вот не надо ничего проталкивать супер просто для глаз также я взяла вот от литуале такой карандаш у меня есть какой-то серый металлик также взяла черный от арифлейм я его тоже люблю на слизистую наносить хороший карандаш девочки могу посоветовать его вам все для глаз закончились карандашики теперь для а нет еще один коричневый тоже литуаль там металлик коричневые такие карандаши цветных я не взяла у меня сейчас как-то практически нет такого вот настроения на них для губ старичок мой не помню какой это бренд неизвестный но очень классный карандаш такой вот он чуть с блестками также у меня появился самый любимый и лучший карандаш от он просто идеальный карандаш рисует он вообще на влажные губы на масляные на любые очень тоже хороший вот этот вот линжери может это лореаль не помню карандашик ему тоже уже лет то не мало а он видите даже не думает засыхать не как от шарлотты хороший карандаш но хуже чем от пэт он очень сильно похож на карандаши ламель беленькие такие беленькие девочки вам тоже показывала несколько раз гелевые карандаши ламы еще будет розовенький карандаш от эссенс в оттенке восьмом и вот такой вот с лук фантастик карандашик вот такой восьмидесятый вот все карандаши которые у меня будут присутствовать в этой праздничной косметичке и что давайте смотреть на блески с вами забыла как всегда показать в порядке очередности консилеры тушь мы долго их обсуждать не будем потому что вы с ними уже знакомы это не новички тушь вот такая от фаберлик клик энд гоу ну нравится но она знаете вот буквально спустя 3 недели она уже стала не такая как новая как будто быстро очень заканчивается у фаберлик тушь удобная очень удобная система вот эта клика открываешь закрываешь прям как то знаете мне очень понравилось но она не переплюнула мою тушь любимую принцесса от эссенс не переплюнула все таки и консилер этот самый светлый эстелаудер вот такой вот тоже показывала вам его сейчас я им практически всегда пользуюсь все начались средства для губ у нас с вами я сюда отложила можно сказать на данный момент любимцев своих отобрала даже не знаю с чего вспомать блесков начинать давайте не знаю хаотично будем смотреть уже много раз показываю инстаграм и в роликах своих снимаю этих вот двух малышек в корзине они очень долгое время находились с подружки по 99 рублей никому не надо мне очень понравились помады бальзамного типа в оттенке 01 и 02 01 чуть посветлее такие нюдовые прям натуральные мне мне прям очень они понравились как они на губах выглядят в носке комфортно ну как представьте как гигиеничка девочки может думать что 100 рублей дешевка и они до этого стоили до корзины не 100 рублей девочки это обычные помады эссенс рублей 300 наверное у них цена была хорошие действительно так я люблю такие влажненькие помадки далее из помад что у меня две моих новиночки от пэт миниатюрка блеска просто как бальзам такой для губ они очень маленькие вот такие практически приезжают может работать как праймер для губ хороший но он не сильно жирный такой какой то ну как праймер наверное да и помада вот в таком оттенке помада очень хорошая формула я в нее влюбилась буду обязательно повторять при случае вот она сразу как то рисует наносится не стойкая не матована вот такая плотная очень хорошая иными словами формула идеальная помада я прям влюбилась серьезно в нее одна из лучших которых вот я которые я видела также я не могла не взять свою помадку от шарлот тилбер она тоже хорошая но поэтому мне понравилось больше это пилоток оттенок да она как то посуше что ли немножко чем вот это из помадок решила достать тоже герлен что будет простаивать красота такая 06 оттеночек она глянцевая не сухая я специально брала не матовую потому что матовые мне тяжелее использовать все осталась у меня помада блеск вот от марка тоже решила взять потому что я ее люблю она делает очень пухлые губы тоже это можно сказать полублеск полупомада какая-то лаковая помада интересная формула вот такая вот это этого блеска оттенок называется вот так вот чоколата она щелчками выдвигается как консилер вот это стеллаудер все переходим к блескам давайте мы начнем с вами очень мега популярные сейчас блески просто вот одни из самых популярных это Maybelline которые вышли их сравнивают с блеском от Fenty и действительно смотрите девочки как они сильно похож Fenty вот в таком номере и Maybelline 3 и 4 давайте мы посмотрим насколько они похожи по текстуре приятные вот эти Maybelline блески я вам очень их могу сильно посоветовать они прям действительно реально крутые стоят они меньше естественно раз в пять чем Fenty но я считаю что вот здесь 9 мл у этого блеска за полторы тысячи я брала в сифоре ну нормально это для него у Maybelline 5 и 4 стоит он порядка 500 рублей без скидок можно в улыбке по акционным дням дешевле купить подружке сейчас скидки 30% за 370 я покупала давайте мы сравним их рядом все три это будет первый у нас будет Fenty у него другая отдушка здесь какая-то ванильная карамель у Maybelline эта отдушка конечно не такая приятная но на губах на губах все-таки мне Fenty больше нравится то ли здесь что-то добавлено а ну да вот этот гиалуроник он как-то пытается губы что-ли не то что увеличить но что-то не мятное а какой-то странный побочный эффект присутствует я не очень люблю вот эти раздуватели для губ я в них не верю это какая-то ерундистика мне кажется 04 вот он больше похож на помаду даже чем на блеск он прям вот плотным слоем ложится и цвет хороший имеет яркий это скорее даже помада помада блеск по типу какого-то у марка даже такая плотнее а вот третий Moon который он больше да уже похож на Fenty потому что он полупрозрачный такой карамельный видите чуть но он может посветлее но смотри как нанести вот кто любит такого плана блески девочки я вам прям их советую посмотрите и просто блески хотите купить вот очень хороший вышел там есть белые прозрачные еще какие-то цвета но это вот мои три любимцы очень прям дизайн все нравится и сами они цвет красивый мой обожаю прям обожаю дальше что бюджетная находка моя недавняя из подружки это все время путаю как зовут бренд лавли сейчас по желтой цене стоит 119 рублей кто любит какие-то такие сияшки нанести на себя и пойти посмотрите какая прелесть девочки вы это только посмотрите похож на мой лак вот такой вот очень мне он понравился один можно наносить красивые губы сияющие не надо подправлять ничего одним словом так удобно еще у меня есть таких два сияющих блеска это подарки от маши бренд тренд этап он продается в германии либо надо искать на европейских сайтах по типу мейкап store и на тина и давайте мы посмотрим как они красиво сияют я их тоже обожаю эти блески прям любимцы моих даже где-то мне их и жалко блестки здесь более мелкие чем вот 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 этом блеске от лавли и второй оттеночек у меня есть еще в другом цвете вот такой прям обожаю эти то они как и топеры могут и самостоятельными быть также хочу вам показать еще два я решила взять от charlotte тилбери тоже пилоток оттенки один из них вот это вот по моему плампинг да он какой-то мятный но можно и как самостоятельно его носить вот такой вот и блеск мне вот это больше нравится правда они маленькие но это я покупала набором набором пилоток набор он продавался на кульбьюти и на спснк сайте они может быть даже сейчас там есть и девочки смотрите у меня под роликом есть по моей ссылке можно перейти на спснк и минус 10 фунтов на заказ себе оформить ну если кому-то прямо что-то надо и последнее из блесков вот такие два от лореаль хотела сначала просто вот этот взять но потом залезла и вот этот тоже взяла чтобы вам показать сразу два оттенка это 211 и 206 211 тоже такая сияшечка такая кисть удобная кстати тоже обожаю эти блески лореаль прям не хуже чем от мебели мне они нравятся и вот это такой бледно-розовый персиковый 206 все стираем с вами эти блески красоту эту необыкновенную и сейчас посмотрим мы с вами палеточки три палетки я отложила но они просто шикарного качества все такие праздничные давайте мы их будем смотреть хочу вам показать все таки вот такую однушку я ее купила недавно в подружки за 160 рублей три грамма и это такой вот вариант когда хочется сияшек вот такого плана тени они могут украсить конечно любой макияж как топпер сверху работать сияшки видите какие смотрятся красиво даже очень сильно напоминает из том форда сияшки у него они тоже такие крупненькие посмотрите девочки единственный минус она у нее не очень приятный запах какой-то пластмассы что ли технический какой-то аромат от нее исходит но за 160 рублей вот такие вот сияшечки ну возможно кому-то надо то есть можно и в бюджете найти вот это вот сейчас у дорогих брендов в основном они во всех палетках эти переливашки так ну что начнем мы с вами с палеток так девочки последние мои приобретения вот прямо в конце года этого года я их купила и это будут две палеточки от Худы не могла я их не взять сюда потому что во первых там много сияшек а во вторых я еще ими не наигралась мне эти палетки очень сильно нравятся вторая будет Меркурий давайте покажу здесь практически любой оттенок шиммерный имеет вот эти вот сияшки переливашки ой какие же они гладенькие прям такие приятненькие смотрите какой дохром на глазах это прям какой-то праздник смотрите девочки ну как это это прям новый год это новый год вот я обожаю такие конечно сияющие тени можно тут продолжать эти сводчи на полруки рисовать хотя вот я чуть-чуть стараюсь брать вот чтоб не перебор был очень мне понравились вот такого плана матовые тени кремовые идеально тушуются ничего никуда не размазывается вообще не сыпется от слова совсем просто прелесть какая-то вот это я не трогаю жирный этот блеск для губ не знаю мне не понравилось кремовый вот этот оттеночек девочки с сияшечками еще кремовый вот такой здесь есть он как с переливаниями ой какая же прелесть все подряд оттеночки мы не будем с вами смотреть матовые не хочу сейчас наверное я трогать мой любимый вот этот вот этот очень хорошие матовые видите они как прям ложатся ровненько все красиво и темненькие я вам покажу чтоб вы поняли как они здесь сильно похожи вот три темных видите очень похож сильно это конечно к минусам я поскорее отнесла к минусам такой вот похожесть но как девочки говорят это красивые оттенки их много не бывает они всегда нужны поэтому пусть будет я тоже не против и пускай будет и мы сразу же начинаем с вами смотреть меркурий она как сказать она более такая что ли не то что праздничная она тепло коричневая какая то ну поспокойней что ли я бы ее назвала она же не даром называется ноти нют все таки слова нют то присутствует и меркурий она более пестрая более тут такие какие то цвета яркие ну вот давайте вот с этих вот прям начнем с первого ряда смотрите это более такой фейерверк о смотрите какой фейерверк еще красивый вот такой оттеночек вот такой вот такой и такой матовые здесь я не буду трогать девочки уже палеточка это не новая видели наверное да много раз они такие какие есть собственно ну шиммеры я не могу вам не показать у нас все таки новый год это такая красота боже какая же это красота и все разноцветные вот здесь видите как бы в одной гамме как будто а здесь вот прям праздник 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 и последнее что мы с вами сегодня посмотрим так как то так уже надо да не помещаемся мы это будет палеточка тоже недавнее мое приобретение палетка бронхи под маград она самая большая и самая тяжелая в моей коллекции теней вот такая она очень тяжелая массивная оттеночки вот такие здесь и из праздничных прям праздничных это конечно вот этот глиттерный оттенок невероятную красоту довольно блестки крупные здесь это не вот не маленькие такие вот это переливашка зеленовато розовая украшает тоже любой макияж далее это вот это переливающийся оттенок и вот это со спарклами и красный металлик очень красного металлика интересная формула тоненько так вот ложится как то матовые они вот верхнюю тушевку как будто тяжело мне работать ну то есть надо не ни один взмах кисти но как затемнение с боков и внизу просто идеально работает ничего не надо корректировать ничего никуда не сыпется мне очень в этом плане они нравятся для верхней тушевки почему проблематично наверное за счет того что цвета яркие то есть самый светлый это вот уже такой я в принципе его могу и для затемнения использовать видите он какой яркий начинать с него макияж приходится чтобы он втушевывался в дымку это приходится его растушевывать а светлого матового вообще нет здесь есть вот как девочки пишут хайлайтер ну нафига вот этот хайлайтер тут нужен когда надо было светлое матовое вставить ну вот так вот но за счет того что здесь такие вот сияшки и маленькие крупные украшалки палетка это конечно огонь и на каждый день и в празднике я решила ее взять у меня прям рука к ней потянулась настолько красивые сияшки вот девочки раз меня просили вам показать сравнить сияшки вот они это конечно не все у меня есть еще но как вы понимаете невозможно все показать в одном ролике я хотела и шарлоту взять и том и форды сюда при совокупить но потом поняла что нет надо ограничиться максимум тремя палетками хватит мне на две недели этого вполне тут даже одной это можно месяц краситься палеткой вот так вот девочки вот такая косметичка смотрите какая огромная весь стол заняла она у меня даже не помещается она красивая она можно сказать шикарная надеюсь она вам так же нравится как и мне это очень любимые средства все что здесь все что здесь сегодня участвовала могу вам советовать со спокойной совестью ничего плохого здесь даже рядом не стояло даже если попадается что-то из бюджета это все равно достойного качества так бы я не стала показывать и расхваливать бы вам я бы выкинула и все девочки буду прощаться на этом с вами я и ну поздравлю как всегда еще разочек подписывайтесь на мой канал на инстаграм мы обязательно с вами встретимся в следующих видео хороших вам косметичек радостных дней и до скорых встреч пока пока